Ай, что тут говорить? Большой вам привет от нашего пастора, от епископа нашего, от отца Тихона. Вы сейчас должны были сказать, сердечно благодарим, взаимно приветствуем. Давайте заново. Большой вам привет от нашего пастора, отца Тихона. Вы герои вообще. Вот, так что принимайте благословение. Знаете, на самом деле, так что-то разволновался. Ну ладно. Вот пастор Алексей здесь, знаете, где я учился, он там преподавал. Так что все главное всегда впереди. Так что не переживайте, это начало, Павел Инстасевский, это всего лишь начало. Хорошо, слава Господу. Ну что, мы здесь приехали на сибирскую альфа-конференцию. Вот, меня так зовут. Я из Томска. Ну вообще, я из Кавказа, так что. Ну вот, сейчас, в данный момент, уже 10 лет я живу в Томске. Вот, и у меня есть жена, она томичка и двое детей. И у меня один сын и одна дочка. Вот, сын у нас осетин, а дочка неопределенной национальности. Вот, ну так получилось. Ну, поэтому, друзья, слава Богу, вот, служим мы в Томске, в церкви прославления. И, ну, наверное, многие знают, но просто скажу, вот сегодня сибирская альфа-конференция. Мы тут поговорили с братьями, кто являются ключевыми лидерами альфы. И, знаете, удивительно, два года назад конференция была в Красноярске, в Красноярске, да, сначала, в Барнауле, потом в Красноярске. Она такая плавающая конференция. Вот, в этом году в Новосибирске, да, сибирская альфа-конференция, я говорю, ну, а в следующем году по-любому же в Томске? А они говорят, нет, в Красноярске. Я вообще не понял, то есть, как-то цикл прошел, но нас миновал, то есть. И потом, вот, Сергей, он меня дополнил, говорит, так у вас же, говорит, у вас же она, говорит, это у нас она плавает, а у вас постоянно в январе она как заплывает, вот у вас там конференция. Так что у нас в январе всегда сибирская альфа-конференция. В общем, если она к вам не приплыла, знайте, что она в январе в Томске проходит. Ну, ладно, неудачная шутка, так бывает. Вот, слава Богу. Здесь вообще не альфа-атмосфера, я думал, здесь выйдешь, так легко будет все, так рассказываешь, все радуются. Обычно, когда на альфу выходишь, ты такой в боевой готовности, знаешь, что там как бы неверующие, они как бы, ну, очень так скептически настроены. Ну, неверующие я только на конференции называю, на альфа-курсе мы не называем неверующие, да, гости, да, они так иногда злые приходят. И вот тема сегодня, вот, с чего мы начнем, это, что, зачем мне нужен альфа-курс, да. Просто хотел сказать, что мы начали альфа-курс, в 2004 году мы услышали о нем, и два года молились, долгое время молились, и вот, ну, два года это нормально, приличный срок. И не начинали почему-то, по какой-то причине. Потом, в 2006 году мы начали альфа-курс. Я не ошибусь, если скажу, может быть, мы одни из первых начали вот в объединении, в нашем, по крайней мере, вот, краеугольный камень, и начали вести. И это было так, что, ну, как бы, когда ты идешь первым, то немножечко там где-то там натыкаешься на какие-то трудности, обстоятельства. И вначале мы думали, что к нам придут люди, но к нам никто ходить не хотел, то есть, ну, понимаете, да. В нашем городе было только одно название нашей церкви. А, аллилуйя, все понятно, знаете. Про вашу церковь так говорят в городе или говорили? У нас атмосфера изменилась не только в городе, но и в церкви, когда мы начали проводить альфа-курс. Знаете, в 2006 году мы подумали так, ну, если к нам люди не идут, тогда мы должны пойти к ним, да. И это были первые общежития, не университетов, а ПТУ. И наша сестра просто там работала комендантом. Ничего, что я рассказываю историю, это нормально, да, что вы можете что-то взять. Вот, и наша сестра работала там комендантом, и мы попросили, давайте мы как бы, ну, может быть, вы поговорите с ректором, и мы могли бы провести прямо на вашей территории. Она поговорила, нам разрешили, мы расклеили такие альфа-листовочки и сказали, допустим, через там две недели у нас будет альфа-встреча. И все, и мы начали, на первую встречу пришли там человек 6, потом 8, потом 15, и потом, так как там было бесплатно покушать, а это были студенты ПТУ. Студент, он вечно какой? Вот поэтому мы и проводим альфа-курс. Это первая причина, потому что там есть еда. Да, знаете, и когда мы начали, студенты начали приходить, и потом на первом выезде, на первом альфа-выезде у нас было 11 гостей. И это был экспериментальный выезд, и мы выехали в санаторий. И мы откуда знали, что если человеку не исполнилось 18 лет, нужно разрешение от родителей? Ну, кто это знал? Мы вообще тогда не знали. Ну, конечно, англичане знали, но мы-то не англичане, да? И мы их вывезли, и сразу начались звонки, вы куда моего ребенка забрали, сейчас мы приедем с милицией, и все будет у вас не очень хорошо. Я говорю, хорошо. А кто старше, говорит? Я говорю, я старше. Говорю, ну, приезжайте, мы ждем вас. И приезжает мамочка, приезжает, разъеренная такая, и атмосфера. Вот такой зал, ну, может, чуть поменьше, два теннисных стола стоят, вот здесь идет Хилсон, английский, видео, да? Они там поют, поклоняются Господу, и такой мирный теннис у нас. Это мамочка забегает такая, раз так все увидела, такая хоп-хоп, назад. Мы с ней вышли, она говорит, я вижу, у вас тут все хорошо, и я, говорит, оставляю свою дочку, и поехала. Теннис сработал. Пим-понг. Знаете, какое главное правило в пим-понге? Нужно отбивать мяч. Понимаете, да? Вот, и мы как бы тоже так просто отбивали мяч. И после этого, там были две девушки, две Тани, и это Тани были сорвиголован. Вы когда-нибудь встречали таких Тань? Я подумал, ну, как бы, понимаете, как бы, первое, что ты думаешь, когда смотришь на таких девушек, да, понимаешь, что, ну, как бы, по ним не только могила плачет, ад плачет по ним, потому что они были хуже мальчиков вообще. Бандюганы еще те. И я думал, что они никогда в жизни не спасутся. Это мои первые ощущения вообще. И я думал, что сатана их послал, чтобы разрушить наш альфа-курс. Это были орудия в руках дьявола, правая и левая рука его. Они бардачили, они делали все, что угодно, только не, ну, как, не, ну, просто они портили всю атмосферу. И мы кое-как прошли, это был однодневный выезд, вечером мы приехали. И я подумал, что это все, это конец. Уже не успев начавшись, начаться, альфа умерла в нашей церкви. После этого выезда. Но знаете, что потом подошел к концу виток, и никто из них не пришел в церковь. Потом мы еще один виток сделали, и никто не пришел в церковь. Потом еще один виток сделали, и никто не пришел в церковь. И потом еще один виток, и никто не пришел в церковь. И так прошел год. И потом начался второй год, мы немножечко передохнули и решили, ну, это был экспериментальный год, теперь нужно попробовать заново. И мы начали еще раз, и никто не пришел в церковь. Потом еще раз, и опять никто не пришел. Самое интересное, что все проходили до конца, ну практически большинство. Я думаю, что-то не то, или мы что-то не так делаем, или что. И потом прошло два года, и в церкви я увидел Таню. Таня пришла в церковь, и она сказала, я работаю теперь в милиции. Я сказал, альфа работает 100%. Вот это было чудо. И знаете, что-то переключилось у нас. Мы поняли, что это все, это был просто процесс сеяния. Мы просто сеяли, 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 сеяли слово. И потом раз, однажды это слово принесло плоды. И после этого не было ни одного витка, чтобы никто не оставался в нашей церкви. Вот с 2006 года, уже 10 лет мы это проводим, и не было ни одного витка, где мы увидели на первой теме, чтобы были свободные места. Всегда. Сколько бы ни помещалось в зале, мы проводили в маленьких аудиториях, в больших кафе. Однажды мы проводили в офисе, где мы могли вместить 150 человек, и 150 человек, полный зал был всегда. То есть, ну, это было вот чудо. На первой теме это было чудо, на самом деле, для нас. Показать то, что Нивы побелели. Почему мы проводим Альфа-курс первое? Потому что так говорит Слово Божие, что мы должны идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Иисус сказал, посмотрите на Нивы, как они побелели и готовы к жатве. Вот, посмотрите. Даже Ленин нам говорил, что Нивы побелели и готовы к жатве. 70 лет. Эти Нивы, они были на нашем гербе, как символ того, что нам нужно идти и собирать урожай. И я думаю, что Альфа – это самый лучший на сегодняшний день инструмент евангелизации. И если вы еще не проводите Альфу, то поверьте мне на слово, так оно и есть. У нас уже есть 10-летний опыт, и на самом деле мы видим, как вот с 2006 года мы начали. И знаете, наша церковь была 300 человек. Ну, может, 350 – это было максимум на собраниях. И все были бывшие наркоманы, которые освободились, либо это были мамочки, которые созависимые, как говорят. У нас не было обычных людей в церкви. Они все были необычные. Они все были странные. Библия называет нас странники и пришельцы. И знаете, удивительно, я не говорю, что это благодаря Альфе там только, да, потому что у нас есть очень много служений, и мы не хотим принизить какое-то служение и сказать, вот Альфа, да. Но я к чему говорю это? Но однозначно из-за Альфы атмосфера в церкви поменялась, это 100%. Мы видели, как на Альфу приходили бизнесмены, и до сих пор приходят бизнесмены, врачи, учителя. На Альфу приходили к нам вот госслужащие, которые реально в министерствах работали. То есть и сегодня они в церкви, да. И это принесло совсем другую культуру, совсем другую атмосферу в церкви. Когда мы понимаем, что это Бог дает нам новые слои населения, о которых, может быть, мы раньше не думали и даже не мечтали, да. Мы вообще не знали, как с ними работать, но благодаря Альфе мы взяли этот инструмент, этот ключ евангелизации, и он стал ключом для многих-многих сердец, для многих-многих слоев. И мы сегодня видим совершенно другую церковь. Я пришел сюда в зал, и знаете, что я заметил? Вы такие приятные люди. У вас лица другие. Здесь очень мало или практически я не вижу лица, которые вот, ну, как бы, бывшие наркоманы или зависимые, или там вы в тюрьмах полжизни просидели. Но здесь есть такие люди. Но вы из-за того, что вы участвуете в этом служении, Бог поменял вас вообще полностью, вообще до неузнаваемости. Вы такие. Просто посмотрите друг на друга, насколько вы приятные люди. Я не побоюсь этого слова, братья и сестры. Те, кто занимается альфа-курсом, просто можете руки поднять. Вот вы лидеры или там, ну, как бы, вообще, ну, хоть участвуйте в альфе. Вы реально лицо церкви. Когда люди приходят, по вас, по вам они судят, какая церковь, куда они пришли. На самом деле. И вот альфой мы занимаемся из-за этого. Давайте откроем Марка, Евангелие от Марка, 16 главу. И прочитаем один стих. Ну, не стих, а несколько стихов. Евангелие от Марка, 16 глава. Это то, почему мы занимаемся альфой. Потому что альфа – это самый лучший на сегодняшний день инструмент евангелизации. Мы за это время, у нас в церкви будет 17 лет в ноябре, и мы за это время попробовали разные-разные ключи, чтобы достигать людей. Но то, что мы вот на самом деле увидели в альфа-курсах, да, то, что есть, да, вот это сама, сама вот, ну, все, все, что называется альфой, это просто потрясающе на самом деле. Я немножко дальше расскажу. И это знаменитое великое поручение, которое сказал Иисус. Вот он три с половиной года был в служении, вот он учил, ходил с учениками, совершал различные чудеса, вот его распинают, вот его, вот он воскресает, и 40 дней еще потом является. И перед тем, как вознестись на небо, он говорит самые важные слова. Кто знает, что это были самые важные слова Иисуса, да, перед тем, как пойти на небеса? Мы их не выделяем из других слов Иисуса, потому что все слова были важные, но обычно напоследок, если ты понимаешь, что ты как бы, ну, увидишься уже только на небесах, да, с этими людьми, ты как бы хочешь сказать самое главное, Иисус говорит своим ученикам самое главное, что есть, да. Но обычно мы с 15 стиха читаем, и там написано, «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасем будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сие знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они, что там написано, «пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». И это на сегодняшний день происходит. Мы идем с вами, мы проповедуем, Господь подкрепляет чудесами и знамениями, больные исцеляются, бесы убегают, мертвые воскресают. Но благодаря тому, что мы идем, и второе, что Бог с нами, это два фактора должны соединиться. Так или нет? Вы знаете, что мы с Богом соработники. Кто знает значение слова соработники? Мы не просто соработники, мы еще соработники. И вот когда мы со-наследники, с этим проблем нет. Мы всем хотим быть со-наследниками, да? Потому что та же самая награда, которая у Иисуса, у тебя, потому что Бог называет тебя со-наследником Христу, да? Кто читал об этом, что ты со-наследник Христу? Вот со-наследник, что это такое? Кто когда-нибудь получал наследство в земной жизни, да? Вы понимаете, у вас есть брат или сестра, и если вдруг вам перепадает наследство, то брату или сестре в равной степени делится на тебя и на брата. Так или нет, да? В равной степени. Так вот, вот представляете, мы сонаследники самому Христу. У, здесь просто я вижу, как вы взрываетесь от радости. Ну, как бы, что тут подумаешь, что наследник Христу, да? Но в другом месте написано, что мы еще и соработники. Соработники, да? Апостол Павел пишет, мы соработники, а вы Божья Нива, да? То есть, если мы говорим, отождествляя себя с соработниками, да, то кто такая Божья Нива? Ну, скорее всего, это вот люди, да, которым мы служим, да? Кому мы проповедуем, кому мы хотим, чтобы они спаслись. Как и Бог, да, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это почему мы проводим Альфу. Так вот, соработники – это те, кто в равной степени с ним трудятся. Не только в равной степени разделяем наследство, но и в равной степени работаем. Работа – это не проклятие, это благословение. Может быть, вот этих людей сейчас нет с нами, которые думали раньше, что работать – это грех. Но с Богом работать – это не грех, это благословение. И мы трудимся на Ниве Божьей. Для чего? Для того, чтобы люди спасались, чтобы Божья воля исполнилась. А Бог хочет, написано, в Библии написано, с чего Бог хочет. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И что, не просто спаслись, а что там написано? Достигли познания истины. Мы их спасаем не для того, чтобы они были по факту спасены и все. Мы еще их учим, обучаем, тренируем. И вот Альфа, что она дает? Начальный такой этап в обучении. Человек попадает в обучение. Вы знаете, вот я хочу, чтобы мы прочитали 14 стих и немножечко поразмышляли над ним. То есть, перед тем, как Иисус сказал им, идите по всему миру и проповедуйте, там написан 14 стих. Что там написано? «Наконец явился самим одиннадцати, возлежащим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего, не поверили». Вы когда-нибудь вообще обращали внимание на 14 стих? Я вообще, ну как бы, недавно обратил внимание. Представьте, он ходил с учениками, он показывал чудеса, он наделил их властью. Они его именем изгоняли бесов, воскрешали мертвых, там, я не знаю, там, ну, исцеляли больных. Бесы повиновались, да, они пришли, радуются. Твоим именем и бесы повинуются нам. И вот это все происходит, и потом его убивают, да, распинают на кресте, потом он воскресает, является. И сначала, вы помните, да, женщины его увидели воскрешим. Потом еще он явился, перед этим история написана, двум ученикам, которые шли по дороге, да. А они пришли и рассказали им одиннадцати. Но написано, что они не поверили, и вдруг Иисус приходит к самим ученикам. Ты сегодня ученик Христа? Вот представь, Иисус приходит, ты должен сейчас представить, ты один из одиннадцати. Ну, Иуда удавился, ты один из них. И вот Иисус приходит, ты не Иуда, хорошо, ты живой, все нормально. Иисус заходит, одиннадцать учеников сидят, и что он делает? Он начинает их упрекать. Да вы, как вы могли не поверить? Ваня, ты что? Вообще, где ваша вера? У вас вера вообще есть? Вы верующий вообще? Нет? Да у вас вообще жесткие сердца. И они... Со мной один парень учился в университете, и он стеснялся, он на экзаменах стеснялся. Ему просто так тройки ставили. У него была фишка, он так делал. Говорит, ладно, иди, все уже. И так до четвертого курса вообще, просто ничего не говорил на экзамен. Но это Кавказ, понимаете? Если ты скромный, то как бы тебя уважают просто. А это Восток, они точно такие же, как кавказцы. Ну, понимаете, это же восточная книга, да? Это про восточных людей. У иудеи они были, 11 учеников. Были иудеи. И вот они, представь, учитель начинает старше... Учитель это старше. Он начинает их упрекать. И потом, знаешь, упрекает, упрекает. Он две вещи им предъявляет. Первое, что у них жесткие сердца. А второе, что они мало веры у них, да? Что вы вообще, ну как, за неверие упрекает. Не то, что мало веры, говорит, да вы вообще неверующий. А потом говорит, после этого он говорит, ладно, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто-то сказал, а у какой, какой у Иисуса был план Б? Вообще не было плана Б. Только план А. Иисус не строит свою церковь на людях. Люди ему нужны. Но не они главные. Он главный. Во всем, что мы делаем, он главный. Конечно, мы соработники, но главарь он. Он главный в нашем дуэте. Знаете, есть ведущий пилот, да? Они вместе летят, но ведущий есть, который команды отдает, да? Право руля там, допустим, да? И вместе нужны, оба пилота нужны. Так или нет? Кто летал на самолете? Там два пилота. Один помощник, да, капитана. Если что, он в любой момент подхватывает, и он рулит. Иногда капитан говорит, короче, ты сейчас рулишь. Все, поехали. Или вот знаете, ну как бы, есть ведущий, который, ну как, понимаете, но в равной степени мы работаем, но ведущий он, главный он. И он говорит, представляете, вам не нужно переживать, ребят. Если вы не до конца еще уверовали, может быть, ты сомневаешься, а вообще начинать, не начинать Альфу. А вообще, я не знаю, готов я, не готов. Я вообще не знаю, как, что говорить. Вообще-то я до конца людей-то еще и не люблю. Мне бы вот с моим сердцем, чтобы Бог поработал. Знаешь что, ты самый правильный человек для Иисуса. Вот улыбнись. На Альфе нужно просто улыбаться. Почему вы смеетесь, я не могу понять. Ты улыбаешься и машешь. Вообще все. Англичане все для нас делали. Все, до минуты все расписали. Что нужно говорить, что делать, как жить вообще. Тебе нужно просто взять и вот так делать. Как Брежнев. Это дух, наверное, здесь стоит. Господи, помилуй. Призрак бродит по Европе. К нам тоже зашел. Мы вообще не Европа, да? Мы же как бы за Уралом, это Азия уже. Я вообще-то преподаватель географии, если что. Почему вы смеетесь, я не понимаю. Кто меня не знает? Вы смеетесь. Просто поднимите руку. Ну что вам, стыдно что ли? Вообще меня не знать, это не грех. Вот если бы вы нашего пастора не знали, это бы грех был. А меня не грех. Так что вот, все хорошо. Знаете почему? Потому что здесь дух Альфы стоит. Дух Божий, это дух радости. Ну, иногда и упрека, как здесь мы видим, да? Но для чего? Чтобы побудить нас к действию. Иди, не сомневайся. Недостаток веры, ты еще жестокосердный. Да не переживай за это. Иисус им сказал, идите по всему. И знаете что? Самое удивительное с ними было, знаете что? Что они пошли. Это единственное, что тебе нужно. Тебе нужно просто пойти. Тебе нужно просто начать. А все остальное Бог будет с тобой. И сея с вами до скончания века. И ничто там не повредит. Даже если смертоносное выпьешь. Что-то не то сделаешь. Да не переживай. Если ты идешь, если ты в процессе. И ты хочешь принести плод для Господа. Не переживай. Он почтит твое желание. Он будет с тобой. Бесы будут уходить. Больные будут исцеляться. И написано, что они пошли и проповедовали везде. При Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Вот, братья и сестры, почему мы Альфу проводим. Потому что в ней есть все. Там есть самое главное. Это духовный. Первое, духовный хлеб. А второе, это физический хлеб. И когда эти две вещи соединяются? Кто знает, как наш пастор спасся? Есть, да, такие люди? Слава Богу. Наш пастор, он был в зависимости. И шел по своим делам. Ну, тогда он не был еще пастором. И вдруг он встретил двух своих соседок. Они шли в другом направлении. Вы знаете, покаяние, это разворот на 180 градусов. Он в одном направлении. Они ему навстречу. Он говорит, о, привет, там, девчонки, там, то, сё. Пятое, десятое. Они говорят, привет. Говорит, ты куда идешь? Он говорит, ну, там у меня дела. А вы, говорит, куда? А мы, говорит, туда, на домашнюю группу. Пойдешь с нами? Он говорит, не, не, не. Они были верующим. И они говорят, ну, ладно. Там булочки будут. И, говорит, я как услышал, вот так шел. Говорит, булочки. А, говорит, уже двое суток не ел, говорит. И когда услышал, булочки. Духовная пища его не привлекла. Но булочки. Ух, я прям чувствую запах этот булочек. Ванильный. Говорит, булочки. И он там, на этой домашней группе, он принял молитву покаяния. Только потом он уехал в реабилитационный центр Ватчинс. Поэтому, братья и сестры, альфа – это булочки тоже. Не только духовная пища, но и булочки. Хорошо. Я расскажу один анекдот и потом еще одну историю из Библии. И заканчиваю. И потом у нас будет немножечко свидетельства. Вы знаете, в общем, такая, кто знает эту историю про колбасу? Вы видите, вот если бы вы вместе с Сибирской альфа-конференцией на стоянку в Томск приезжали в январе, вы бы все эти истории знали. А так три человека только руки подняли. В общем, было два друга. Один, вот они жили в Советском Союзе, потом Союз распался. И один эмигрировал в Соединенные Штаты и вот как бы там начал свою жизнь. А другой здесь, ну, остался в России. Перестройка там, кризис там, ну и все пережил здесь. Потом проходит вот несколько лет, 10 проходит, и тот с Америки возвращается. Богатый человек уже достаточно. То есть, ну, как бы все есть, семья, дети, дом, машина, квартира там, страусы, павлины. Ну, все обеспечены абсолютно. И этот, какой был еще в худшем состоянии. То есть, о, встретились, обнялись. И тот, кто в Америке, говорит, ну, в России кто жил, он говорит, ну, что, как ты там в Америке? Он говорит, да все классно говорит, вот, пятое, десятое. И начинает перечислять вот эти все блага нашей, вот не нашей, а их цивилизации. И потом, говорит, только у меня одна проблема, говорит, меня одна мышка достала, говорит, просто. Говорит, я уже все делал, всякие разные мышеловки ставлю. Наживу снимает, говорит, мышеловка захлопнута, мышки нет. Говорит, все поперепробовал. Ну, говорит, ладно, что я про эту мышку, ты как? Он говорит, да я что, у нас все, говорит, так, как обычно, говорит, по-старому все. Говорит, просто я здесь, когда живу, говорит, от нечего делать, говорит, я, говорит, мышеловки придумываю. Говорит, я придумал одну мышеловку, я тебе отвечаю, говорит, ты приедешь домой, попробуй, говорит, она сработает. Он говорит, не может быть, я все поперепробовал. Скажите, все. Он думал, что он все поперепробовал, знаете, и вот, говорит, ну все, езжай. И говорит, давай расскажи мне. Ну, говорит, это очень просто. Берешь лезвие о Пасху, говорит, берешь вот так, втыкаешь в деревянный пол, а за ним колбасу ставишь и все, говорит. Он говорит, в смысле, я ничего не понял. Ну, просто лезвие втыкаешь, говорит, ребром вверх, а за ним колбасу, и что, говорит. Ну, как, что? Мышка выходит, о, колбаска, колбаска, и зарезалась. Он думал, он гонит вообще-то. Ну, приехал в Америку, думает, ну, ничего не теряю, кроме своих оков, дай попробую. Взял лезвие, правда, воткнул, за ним колбасу поставил, лег, и из-под одеяла смотришь, что будет происходить. И правда, мышка выбежал, о, колбаска, колбаска, и зарезалась. Он в шоке вообще такой, взялся за голову. И знаете, это американская мечта, да? Сколько людей страдает так же, как и я. Надо им помочь тоже. Патентовал эту всю мышеловку и разбогател. Приезжает через год, своему другу миллион долларов, говорит, слушай, братишка, спасибо тебе, ты вообще герой вообще. Он говорит, слушай, да это что, спасибо, конечно, тебе, но я, говорит, сейчас у нас, там кризис, все, так, пятое-десятое, я ее, говорит, сейчас усовершенствовал. Он говорит, ты что вообще? Ну, говорит, вот лезвие, колбаса, куда совершеннее еще? Говорит, сейчас, говорит, понимаешь, колбаса дорогая, как бы, сейчас просто лезвие втыкаешь и все, говорит. И что, говорит, ну как, что, мышка выходит, видит лезвие, а где моя колбаска? И вы думаете, я вам просто этот анекдот рассказал? Знаете что, это альфа, это лезвие и колбаса, это альфа. Это то, что вообще Господь, Он просто дал уникальный инструмент, то, чем мы занимаемся. Вот это, знаете, это такая нажива, которая колбаса, которая привлекает людей. Изначально многие идут из-за колбасы, но остаются уже, умерев для старой жизни и воскреснув для жизни с Богом. Аминь. Слава Господу. Попадая в этот процесс. Давайте откроем Диане, вторую главу. Диане, вторая глава. И знаменитые стихи, которые мы, в принципе, все знаем. Это то, в чем пребывала Первоапостольская Церковь. Мы все хотим пробуждения, и мы думаем, что пробуждение, оно придет. Но я вам скажу, оно уже пришло. Пробуждение уже есть, мы просто должны его увидеть. Вот оно здесь. Писание говорит, Иисус говорит, что Царство Божие внутри вас есть. Когда мы с вами пробудимся, это и есть настоящее пробуждение. Когда мы с вами начнем видеть людей, которые вокруг нас, неверующих людей, которые идут не той дорогой, которой Бог хочет, чтобы они шли. Вот тогда настоящее пробуждение придет. И вы знаете, это произошло в книге Деяния апостолов. Я знаю, пастор Алексей будет говорить о действии Духа Святого. И это то, что произошло в книге Деяний. Сам Дух Святой пришел, и этот Дух Святой изменил вот этих учеников. Вы помните Петра, кто он был? Вы помните Петра, когда он стоял в доме, где стояли рабы и слуги? Он стоял, Писание говорит, возле костра, там Иисуса приговаривали ко Кресту. И знаете, что три раза он отрекся? Мы знаем такого Петра, да? Который отрекся. Но знаете, что... Вот я вам еще чуть-чуть глубже. Смотрите, один раз он отрекся перед женщиной, и эта женщина не просто женщина была, она служанка была. Вообще, сам факт, что, допустим, восточный человек отрекся, это уже очень странно. Ну, понимаете, ну как бы не принято, знаете, кавказцы на востоке не принято заднюю включать. Тем более, когда ты до этого бил себя в грудь, да я там за тебя. Вы понимаете, о чем речь или нет? И вдруг он три раза отрекается, и один из этих трех разов перед женщиной. Женщина тоже человек. Ну, как бы на Кавказе немножечко, ну, как бы, понимаете, там мужчина главный, а женщина, она как бы, ну, там... Вот на Кавказе даже, знаете, женщины не могут сесть за один стол с мужчинами. Это очень серьезно. Я вам говорю, вот... Бамбарби, а киргуду. А что, говорит, он сказал? Он сказал, если вы не согласитесь, они вас заражут. Ну, это так, шутки. И вот представьте, перед женщиной отрек... В каком он состоянии? Он в депрессии, он в разочаровании, он отрекся от учителя, и вдруг приходит Дух Святой. Сходит в горнице, сходит. Иисус пришел, восстановил его до этого, говорит, Петр, любишь ли меня? Люблю, Господи, люблю, Господи, люблю, Господи. Паси агнцев моих, паси овец моих, паси овец моих. Это предназначение всякого любящего Господа. Паси овец Божьих и агнцев Божьих. Маленьких детей и взрослых, да? И маленьких, и взрослых. Мы призваны с вами быть не просто евангелистами, рожать, как я уже начал, но еще и призваны, чтобы мы заботились о них. Что когда мы рожаем детей, мы не оставляем их в роддоме, в детском доме. Мы заботимся о них, да? И это пасторство. Ну, о пасторстве немножечко попозже, но сейчас начало, да? Просто проповедь Евангелия. То, что мы делаем на Альфа-курсе. И здесь, представляете, Дух Святой, когда сходит, Петр начинает проповедовать. И 1 главе 37 стих говорит, что когда они, эти все люди, услышали проповедь Петра. Представьте, человек, который вот, ну как бы, вообще рыбак. Вообще, ну как бы, он говорить не умел, он просто умел рыбу ловить хорошо. И вдруг он встает перед всеми, Писания говорит, он встал, и все встали 11. Они все встали как один. И Петр в силе Духа Святого начал говорить об Иисусе. И вот это то, что происходит на Альфа-курсе. В силе Святого Духа мы говорим об Иисусе. Кто мы? Да просто обычные рыбаки. Я вот обычный человек. Ничего особенного во мне нет. На самом деле, ну как бы, я в деревне вырос всю жизнь. Вообще там на Кавказе, мне вот, чтобы к доске выйти, у меня уши краснели постоянно. Я не мог слова сказать. Ну Бог дал мне Духа Святого. Благодать Божья сошла на меня. Дух Святой. И просто говоришь смело. И так же Петр стоял, и Писание говорит, когда он говорил, они умилились сердцем. И спросили Петра и прочих апостолов, а что нам делать, мужи, братья? А что нам делать? Это Дух умиления, Дух покаяния сошел на них. Почему? Потому что главное в паре, да, с Богом, это Он, а не мы, да? Мы вместе работаем. Если бы Петр не встал, если бы он не начал говорить, я не знаю, что бы там было. Может быть и ничего не было, может быть и люди бы не спаслись. Но он встал, он сделал свою часть. Я встал, Господь. Я открыл свой рот, я не переживаю. Господь, Ты действуй. Я не знаю, что им сказать. Я не знаю, как достучаться до их сердец, но Ты знаешь, Господь, Ты сердцеведец. И потом Дух умиления, Дух покаяния пришел. Говорит, что нам делать? Говорит, это очень просто все. Покайтесь. Докрестится каждый из вас прощение грехов и получите дар Святого Духа. Очень просто. И написано, в тот день душа около трех тысяч присоединилась к церкви. Вот какую церковь мы с вами мечтаем видеть. Я не видел ни одного пастора, кто не мечтает видеть такой церкви. Проповедовать, призвать к покаянию. И тут три тысячи человек на покаяние. Это настоящее пробуждение. В следующий раз он встал, начал проповедовать. Пять тысяч покаялась. Вообще, это реально. Это какое-то вообще. Это даже в голове не укладывается. Но знаете что? У них была способность, у этих ста двадцати, которые были в горнице, позаботиться о трех тысячах. И что они делали? Простые вещи. Писание говорит, что они делали. 42 стих. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Ну, я, конечно, там и раньше есть стих, и попозже можно какие-то пункты обозначить. Но я хочу сказать об этих четырех вещах. Именно эти четыре вещи присутствуют на Альфа-курсе. Первое – это учение апостолов. Мы видим, какое здравое, сбалансированное учение вот именно в темах, которые представлены. Вот очень глубокое, библейское, имеющее обоснование. И это что? Это первое, что есть на Альфа-курсе – это духовный хлеб. Второе написано – они пребывали в общении. Это то, что происходит, когда мы дискутируем, когда мы общаемся в малых группах за столами, когда мы знакомимся, когда мы играем. Ну, это и есть общение, общение. Вот когда есть вот это христианское общение, где посреди Христос. Скажите аминь. Второе, в третье там написано, что они преломление хлеба. Помните, да, булочки? Булочки. Булочки разворачивают тебя. Просто ради булочек многие готовы на все. И вот на Альфе есть булочки, да, в кавычках. Конечно, это ужин полноценный, да, это булочки, да. Но это неотъемлемая часть первоапостольской церкви. В чем они пребывали? Они постоянно пребывали. Скажи, постоянно. Постоянно. И четвертое – это молитва. И это то, что есть на Альфа-курсе. Все эти четыре элемента там присутствуют. И Альфа-курс – это вот такой симбиоз всех этих четырех вещей, которые были в первоапостольской церкви. Вот просто вот за сорок минут – это то, для чего нужна Альфа. Просто обычно. Потому что в Альфе есть все. Это как лезвие и колбаса. Не надо ничего лишнего. Просто вот лезвие и колбаса. Завтра у нас будет еще одна тема. И я буду говорить еще одну тему. Но там просто расскажу про усовершенствованный Альфа-курс. Там просто лезвие. Там колбасы нет. Но это завтра. Немножечко заинтригую. Хорошо. Спасибо большое за внимание. Пусть Бог благословит. И я бы хотел, чтобы пастора вышли. Уважаемые пастора. В церквях которых уже на протяжении нескольких лет идет Альфа-курс. Достаточно успешно. И чтобы тоже пару слов сказали. Чтобы люди, которые приехали, они могли услышать именно от вас с первых уст. Можно пастор Василий? Пастор, можно вас тоже? Выходите сюда. Давайте поприветствуем. Пастор Виктор с Прокопьевска. Вы приехали? Вы здесь? Проходите, пожалуйста. Давайте поприветствуем тоже. И у нас как раз вот есть время. Я думаю, если каждый пастор по пять минут скажет, то это будет хорошо. И у пастора Алексея будет еще достаточно времени, чтобы мы продолжили. Давайте тогда начнем. А когда у вас... Кто раньше начал? Ну, в плане... У вас с какого года? С 2008. Они раньше, да? Давай. Да. Добрый вечер. Мы с Аланом разговаривали. До служения. И он говорит, я, в принципе, расскажу историю, как вот все начиналось, как у нас все идет. Я говорю, ну, а мне тогда останется продолжить историю. Потому что, на самом деле, что касательно Альфы, я о ней услышал случайно, еще даже не служа, просто будучи верующим. Ночевал в Красноярске, и та семья мне рассказала о Татьяне Юстус. И вот сказали, вот такое служение, говорит, вот эта девочка, она ее привезла в Красноярск, мне как-то запало это в сердце. И потом уже, когда мы начали церковь здесь, в Новосибирске, я слышал об Альфе, и вот так с течения обстоятельств, Алексей Красный, он говорит, у нас все это есть и идет в церкви. И я попросил его познакомить нас как-то с братьями. Он говорит, езжайте, вас встретит Алан. И мы приехали к Алану, и он говорит, знаете, братья, у меня, говорит, тренировка минут через 15, поэтому давайте, говорит, я вам кратко. Он нам дал пачку каких-то бумаг. В общем, он нам сразу дал рецепт без колбасы. Мы говорим, а как там? Мы были готовы с Сергеем к тренингу какому-то, но он говорит, ну вот так давайте чай попьем, а как делать? Он говорит, ну вот так вот просто придут вам там почитайте, расскажете. Говорит, главное, ничего не усложняйте. Говорит, главное, чем проще, тем лучше. И вот мы уехали с этим, мы начали Альфу так, чем проще, тем лучше. Мы ее делали в квартире, мы ее делали в офисе и в кафе в разных форматах. Хочу сказать, что она работает, какую пользу она приносит. Вот Алан сказал, на самом деле это такой прекрасный и он очень универсальный инструмент, разные слои общества мы можем затронуть. У нас проходили тоже и воцерквились и врачи, и спортсмены такого большого масштаба, разные люди. И я уверен, что человеку первый шаг в церковь иногда сложно сделать, он хочет присмотреться. И знаете, почему мы ее делаем? Вот по тем причинам, что я считаю, без этого служения церковь, она немножко аморфной такой становится. Ну мы как бы нам хорошо и все, да, вот Бог благ, и мы поем, и нам здорово в его присутствии. А вот именно достигнуть человека таким образом, чтобы он был спасен, чтобы он доходил до познания истины. И знаете, история мне нравится, мне она очень сильно напоминает служение Альфы. Это Филипп и Нафанаил. Филипп встретился с Иисусом, с этими ребятами, и он посмотрел, и он пошел к своему знакомому Нафанаилу, который был умный, образованный человек. Он говорит, знаешь, мы, кажется, нашли вот того, о ком писал Моисей, вроде это и это. И вы помните, Анафанаил говорит, слушай, что доброго может быть из Назарета, то есть о чем ты говоришь мне? И вот Филипп, он не растерялся, он говорит, знаешь, одна маленькая просьба, просто дружеская, пошли со мной, попьем там чай, и уйдешь один раз. Просто сходим вместе. И когда к нему шел, и вот эта работа Духа Святого, и когда Нафанаил шел, Иисус говорит, это тот израильтянин, в котором нет лукавства, он говорит, откуда ты меня знаешь? И знаешь, на Альфы, когда спикеры говорят что-то, вот я вижу, как Дух Святой очень неординарно прикасается к людям, затрагивая какие-то глубины, которые знают, вот, ну, Нафанаил, который был под смоковницей, да, в какой-то своей печали, и Бог. И это 100% служение Духа Святого, оно очень ободряет церковь. Я сам как пастор участвую, меня очень сильно вдохновляет, и знаете, просто есть шанс один раз, ну, как бы вот в витке, да, дают как пастору прийти и рассказать о церкви. И знаешь, вряд ли, наверное, есть такая возможность вот собрать сразу, ну, там, десятки человек, да, и сказать им вот с позиции как пастора, как служителя, что такое церковь? Очень просто, да, без разных религиозных терминов, и человек, он уже уходит вот с другим совсем стереотипом. Я встречал людей здесь в городе Новосибирске, как-то, ну, удавалось свидетельствовать, и я несколько человек встретил, которые говорят, а знаешь, мы проходили в краеугольном камне Альфа-Курс, то есть мы были на каких-то вечерах, и понимая, что это служение, оно очень сближает, оно рушит эти барьеры, то есть мы делаем чистое Евангелие, да, не рекламу церкви. Поэтому я очень благословен этим служением, и спасибо, что, ну, уже так много, да, людей делает. Алан, огромное спасибо вам, что... Добрый вечер. Ну, я хочу сказать, что, знаете, я про Альфу услышал очень уникальным образом еще от одной девушки, которая приехала в наш город, это было давно, лет, наверное, 12 назад, и она с Линьёвой, это сама девушка, она рассказала про какую-то подъездную Альфу. Знаете, когда она так рассказывала, что в каком-то подъезде они собираются, и тогда это конкретно, ну, как, не то, что насторожило, но так, я услышал слово Альфа, да, такое, не только в Библии, но как о служении. Ну, а в дальнейшем, вот, также мы являемся друзьями с пастором Константином, и я услышал от него, что они привезли учения, как и об Альфе, и затем, казалось бы, совсем недавно, а уже теперь я не могу вспомнить, сколько лет, но на года 4, может быть, больше, мы проводим Альфу у нас в городе. Хочу сказать, что такое вообще Альфа, да? В принципе, ну, сама по себе Альфа, это такое служение, которое очень уникальное. Во-первых, ты, ну, я скажу условно, ты заочно спасаешь людей и обучаешь, и они уже криченые Духом Святым приходят тебе в церковь. Друзья, это правда благословение, аминь. То есть реально мы влияем на людей вне церкви, то есть мы их спасаем, это двери благовестия, мы их там проводим учения. Знаете, я сегодня приехал сюда, и со мной приехала очень одна уникальная сестра, она вообще молодая, спортсменка. И когда я вспомнил, мы ездили на Альфа-выезд, мы его делаем, от нас это 200 километров в Шерегеш, туда мы приезжаем, там мы проводим всегда Альфа-выезд, это с катанием на лыжах, ну и все остальное. И вот когда мы приехали, когда там учение же идет о Духе Святом, то когда мы приводили эти наводящие вопросы о Духе Святом, там же не сразу говорят, что Дух Святой, сейчас вы креститесь, будете говорить на языках, то когда ей задали этот вопрос, о ком мы говорим, она сказала, ну это главный. И вот по сей день мы ее зовем главный, то есть главный это Дух Святой, то есть мы там выражали, конечно, позицию Бога как главный, да, и сегодня она служит в Альфе, сегодня это благословенный человек. И вообще я хочу еще сказать такую изюминку, вы знаете, Альфа сильна, когда в ней участвует пастор. Пусть вас Бог благословит, придите, вцепите своего пастора, скажите, пастор, это работает, это спасает, это благословение. Аминь. Аминь. Ну, наверное, мне проще всего, почему? Потому что уже остается только присоединиться ко всему, что было сказано. И на самом деле, как вы понимаете, для нас альфа-служение, оно очень важно, но по одной простой причине, иначе бы мы и не делали бы этого. То есть это очень большое благословение, как говорил Алан, очень потрясающие слова, что почему? Это меняет атмосферу в городе, это меняет атмосферу в церкви. И это реально. То есть, допустим, когда мы приехали сюда, я в Новосибирске живу больше 10 лет, сюда приехал как миссионер, и для меня было большим благословением служить большой честью. Одна из вещей для меня, то есть почему-то у меня первое время и до сегодняшнего момента остается, это слова Иисуса, когда Он говорил, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов. То есть это подразумевает в себя не только разные национальности, но и разные слои общества. И когда я вижу, допустим, только узкий какой-то контингент людей, то есть меня почему-то это не совсем удовлетворяет. Почему? Потому что я верю всем своим сердцем, что спасение, в спасении нуждаются все. Скажи вместе со мной, все. И вот это вот один из уникальнейших инструментов, когда мы можем просто дотянуться. Однажды я проповедовал об этом, и я говорил, что иногда мы выстраиваем свою клетку, и на самом деле мы пытаемся там даже из клеточки своей что-то сделать. Ну хорошо просто распахнуть двери и выйти к людям. Аминь. И это один из таких важнейших, не дешевых, но потрясающих инструментов. На самом деле там не просто только лезвие, чуть-чуть подороже, но это большое благословение. Это меняет. И люди, которые приходят, ты никогда не сможешь оценить это в финансах. То же самое, как если мы видим в деяниях. То есть этот человек, он давал милостыню, давал там, много молился, давал милостыню. Но мог ли он предполагать, что за счет этого спасется его дом? Да нет, он просто это делал и всего лишь. То есть мы просто делаем, и мы видим, что спасаются не только наши дома, но и спасается наше окружение, наш город, другие семьи, другие люди. И это большое благословение. Аминь. То есть это потрясающий инструмент. Я верю, что это потрясающий инструмент, который Господь дал для этого времени, для того, чтобы мы исполняли Его великое поручение вместе с Ним. Аминь. Спасибо большое. Давайте поблагодарим Господа, чтобы пастора церквей, они вовлечены не просто так, знаете, но пусть благословит Господь. Не, они участвуют, они делают эти вещи. И я уверен, что благодаря вот тому, что пастора берут это и делают. Если бы наш пастор был против, мы бы никогда Альфу не сделали. Вообще ни одно другое служение в церкви работать не будет, если пастор не будет благословлять, если он, это не будет в его сердце. Поэтому я предлагаю нам сейчас помолиться, чтобы это было в сердцах наших пасторов, откуда мы все приехали, сколько там, 23 города или сколько у нас зарегистрировано, еще кто-то приедет. И пусть это идет дальше и не останавливается. Это не наша заслуга, это главный он, да, как вы сегодня слышали. Пастор говорил, что главный это Дух Святой. Поэтому слава Господу. Нормально будет, если мы встанем, чуть-чуть так помолимся. И, вы знаете, пока вы встаете, знаете, вот если бы мы, я и ты, были Богом, мы бы немножечко по-другому делали. Знаете, вот эту знаменитую историю о семени, да, когда Иисус рассказывал о четырех видах почвы, да, и когда Он привел эту притчу, ученики подошли и сказали, а вообще-то, ну как бы, можешь нам объяснить, что это значит? И Писание говорит, что Иисус сказал им, что сеятель Слово сеет, да. И вот это служение Альфы, мы просто сеем Слово. И вот мы сеем Слово абсолютно во все сферы, в разные эти слои общества, да. Мы просто сеем, сеем. Это наше дело сеять, да, как служители Альфа-курса. Но Божье дело взращивать это Слово, Божье дело спасать людей. И знаете, если бы мы с вами были Богом, мы бы сеяли вот так. Смотришь так. Интересно, какая у него почва, а? Видимо, хорошая. Ну, скажу ему Слово. Ну, этому два слова скажу, этому три слова скажу, а вот этому говорить не буду. Но знаете, я вижу картину Бога. Вот посмотрите еще раз на Нивы. И вспомните эти советские фильмы, когда идет Жнец, ой, Жнец говорю, сеятель идет, и он вот так разбрасывает. И где тернии, и где каменистая почва. И знаешь, он вообще не парится, Бог не парится. В Слове Божьем есть творящая сила, творческая сила в Слове Божьем. Как только оно попадает в сердце человеческое, оно начинает производить то, для чего он его послал. А Бог послал Евангелие только для того, чтобы человек спасся. Аминь. Давайте согласимся. Пусть так будет в наших церквях. И мы увидим, что Нивы побелели и готовы к жатве. И возьмем этот ключ, и будем использовать, и соберем великую жатву для Господа. Господь, мы благодарим Тебя за церковь. Мы благодарим Тебя за этот потрясающий ключ, который Ты дал нам, Господь, как церкви. Последнее время, Господь, который является совокупностью всех этих вещей, о которых мы сегодня говорили. Благодарим Тебя, что сердца пасторов, они открыты. И мы можем, Господь, трудиться вместе с Тобою на Ниве Твоей. И как вместе с ангелами Твоими соберем этот последний урожай, Господь. Эту великую жатву, Господь. Мы благословляем все наши церкви, наших пасторов. И пусть это служение, оно служение евангелизации, служение альфа-курсов растет и развивается в наших церквях. И пусть Тебе будет слава, Дух Святой. Ты главный, Господь. Сегодня мы признаем, что Ты главный. И вся слава Тебе. Да не прославится никакой человек. Да будешь Ты возвеличен, Господь Иисус. И во славу Твою мы молились. По имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.